Добрый вечер всем, кто присоединился к нам только что в эфире телекомпании «Город» программа подробностей. В России 108 миллионов дееспособного населения на 90 тысяч детей, которых нужно устроить в семье. Говорят, очереди на детей растут, но стать хорошими родителями, увы, могут не все даже для своего родного малыша. В нашей студии Юрий Змейков, председатель ассоциации приемных родителей Рязанской области, который расскажет о новом проекте. Наша общественная организация пустила очередной проект, на который финансирование мы выиграли в рамках открытого конкурса, проводимого благотворительным фондом «Ключ», который занимается также поддержкой и развитием института приемной семьи. Что значит быть в принципе хорошим родителем, а мы здесь заявляем, что профессиональным родителем. Как это? Это не обязательно должна быть именно приемная семья со стажем или еще. Как вы правильно заметили, что даже порой своих детей... Не знаешь, наказать или промолчать, все очень сложно. Конечно, да. И тут мы как раз ставим акцент на то, что профессиональный родитель прежде всего это работа. Потому что одно дело все-таки, как вы правильно заметили, то есть свои дети иногда там очень часто интуитивно... Ну, крикнул и крикнул, дело житейское. Здесь подумаешь 10 раз. А здесь, да. Во-первых, и дети... С вами тут сложно не согласиться. Дети особенные, конечно, попадают именно в приемные семьи. Поэтому здесь действительно нужно своеобразный профессионализм. Первый цикл семинаров, который был, мы пригласили наших коллег из города Санкт-Петербург, партнерство каждому ребенку, некоммерческая организация. Мы приехали и сказали о тех моделях, которые реализуются у них уже успешно, то есть несколько лет там. Затронул один из проектов под названием «Дорога к маме». То есть идея данного проекта заключается в том, чтобы ребенок от нуля до шести месяцев не попадал в дом ребенка, а он попадал в семью. Вот подчеркиваю, как раз здесь вопрос именно в профессиональную семью, чтобы семья давала себе отчет, что он на время туда попадает. Когда только пробовали запускать этот проект, мы слышали такие выражения, там, чуть ли вы там не секонд-хендом собираетесь заниматься, как это так, ребенка. Это, ну, тут, извините, неоспорено. Это же не собачка, которую можно взять и потом подарить соседу. Это ребенок. Он привыкает, ты привыкаешь. Да, вот тут как раз и заключается в слове профессионализм, чтобы родители давали себе отчет, что этот ребенок уйдет все равно в другую семью. Может быть, сразу готовить родителей к тому, что у них появился малыш, и как в обычной нормальной семье, ты его водишь в школу, сначала в садик, потом в школу, потом институт, потом свадьба, внуки и дальше. Вот мы как раз и запускаем этот проект, чтобы создать такую базу данных, таких именно семей, потому что в любом случае ребенку всегда лучше в семье. То есть, будь то либо профессиональная семья, либо кровная семья, либо приемная семья, это намного лучше, чем государственная. Давайте сразу на пример. Вот ваш пример, мне кажется, самый хороший. У вас шестеро детей на данный момент, трое своих, трое приемных. Расскажите о своих взаимоотношениях и о своей супруге. Насколько долго вы с ней обсуждали этот момент, чтобы дома появились еще жильцы? В принципе, еще было на этапе даже нашего знакомства с супругой. Мы как бы приняли решение такое, что в нашей семье появится хотя бы одного ребенка, но мы возьмем из детского дома. Мы, правда, не думали, что это будет первенец, получил, что это был первенец. Ему было год и семь. И как раз вот тут, о чем мы говорим, об этом проекте, он в этом доме ребенка был, как раз находился, когда мы его взяли, около года. То есть, и вот этот вот промежуток, мы до сих пор, последствия нахождения этого ребенка там, мы до сих пор его, вот сейчас ему уже 10 лет, мы до сих пор ощущаем на себе и мы до сих пор с этим работаем. Каждый приемный родитель, который брал в свою семью ребенка, он понимает, что первым, с чем работает приемная семья, это формирование привязанности ребенка, то есть значимого одного взрослого. Там постоянно меняются нянечки, медперсонал и привязанность, но она размытая. Потому что у меня два, получается, ребенка именно из дома ребенка были. Ну, пусть через год сразу мы следующего взяли ребенка, там была тоже история интересная. Вот смысл в чем? То есть, ребенок реально ходит, он не видит, не чувствует себя, не чувствует свои грани, свое тело, он сшибает все углы. Что касается меня, как приемного родителя, мне было бы лучше брать этого ребенка вот из такой профессиональной семьи, а не из дома ребенка. Во-первых, мне бы рассказали всю историю, что там, как его кормили, чем кормили, чем он. Ну, то есть, грубо говоря, вот эта профессиональная семья, мы смотрим ее, расцениваем, как некая площадка подготовки даже этого ребенка. Ну и, конечно, опять же, что касаемо диагнозов, когда мы берем этих детей. То есть, мы прекрасно понимаем, что на маленьких детей стоят очереди. Может быть, я сейчас скажу вещь страшную для телезрителей. Мне кажется, что хорошие родители от своих детей не отказываются. Это мое мнение, может быть, я ошибаюсь. Понимаете, ситуации разные бывают, и так говорить нельзя. У меня, опять же, скажу про... Которые недавно ко мне попали, ну, как-нибудь, 3 года назад попали дети. То есть, это девочку мы взяли, ей было уже 8 лет, и потом узнали, что у ней есть брат старший. Ему было 16 лет, и мы тоже его взяли к себе в семью. Вот, можно сказать, уже такие со стажем, что он у нас уже выпустился из нашей семьи. Он пошел, уже живет отдельно, снимает квартиру. А вы для него все-таки кто сейчас? Понятно, что мы для него до сих пор даже папа-мама. То есть, понятно, он познакомит с девушкой, он приводит ее знакомить с нами. То есть, как я всегда смеюсь, его дети-то будут мои внуки. Мы каждого ребенка, это вот отличие от профессиональной семьи. То есть, есть институт приемной семьи. То есть, мы понимаем, что мы его взяли, и все, мы ответственны для него до конца. И будем биться этой, как я сказал. Вы ходите на школьные собрания, готовитесь к школе. Все, как в любых семьях. Как в любой семье. Вот мы отвлеклись от родителей. Вы сказали, что случаи бывают разные. Вот. И случаи бывают разные. И мое мнение, что именно вот эта семья, если бы вовремя было бы помочь его, потому что мы общаемся с его мамой. То есть, я не запрещаю общаться с кровной мамой и своим детям. Мой старший сын, то есть, Дмитрий, понятно, он попал ко мне 16 лет, он прекрасно понимал, что у него есть мама. Он ездит туда в гости, то есть, мама навещает. Она в районе живет, навещает маму. Мама приезжает. Мы там с мамой несколько раз встречались. Мы постоянно созвонили с ней, потому что она вот когда узнала его решение о том, что он хочет жить отдельно, что он будет снимать квартиру, она позвонила, тоже мне говорит, там, Юрий Борисович, может быть, как-то вы все-таки на него повлияете там, может быть, он все-таки... А почему не она влияет на своего ребенка? Вот что мне интересно. В данной ситуации сложилось так, что для этого ребенка значимый взрослый, ну и, в принципе, я считаю, вот как бы... Как раз-то люди очень склонны перекладывать все свои проблемы какие-то на чужие плечи. А почему бы нет? Юрий Борисович обо всем позаботится. Вот как раз вот мы к этому вот и подходим. То есть, вот в данной ситуации, то есть, значимый взрослый, мы этим гордимся супругой, значимый для него взрослый, это есть я. И моя супруга. Но если бы, вот как я говорю, что если бы раньше, вот на этапе, когда изымали этих детей, помочь было бы этой маме, потому что, ну, я с ней общаюсь, я отдаю отчет в том, что я говорю. Если бы на данном этапе помочь было бы этой маме, мы могли бы избежать этого. Она привыкла жить без детей. То есть, ей уже стало самоудобно, хотя, я говорю, это единственные дети, у которых, действительно, у меня там целый талмуд, именно судебное решение судебно-зазвитие. То есть, она боролась, чтобы ее не забирали у них детей. И с экономической даже точки зрения, если говорить, то это даже намного экономично было, то есть, выгоднее поддержать маму, нежели потом вливать деньги, пока находился он в детском доме, сколько тратится государство, да, потом находился это. Ну, слава богу, он попал в приемную семью к нам, да. А сложно, кстати, усыновить или удочерить ребенка? Сейчас столько нужно документов, приходят, проверяют метражи. Может быть, я чего-то не знаю. Это заблуждение, да, это действительно заблуждение стать приемным родителем. Что проверять? Давайте так тезисно. На следующий день, да, у нас, и с каждым годом, я вам скажу, наоборот, у нас все проще и проще становится. Вот бюрократически там, ну, в течение двух недель все бумаги, которые нужны, в течение двух недель можно собрать, и две недели это только из-за того, что эта справка из милиции нужна, то есть, это просто время, не из-за того, что это ты долго делаешь, это просто время. То есть, тебе нужно потратить один день, а потом просто собирать. Это, опять же, анализы, ну, заем, опять же, там, на ВИЧ, на все, это тоже просто время, пока их все изготовят. На законодательном уровне сделали, что обязан каждый приемный родитель проходить школу приемных родителей. Вот это плюс, мне кажется. Это очень большой плюс, да, я даже скажу больше, что, допустим, родители, приемные родители со стажем, ну, допустим, как мы, да, их не требуется им прохождение школы приемных родителей, но я считаю, что все приемные родители, в том числе, включая я и себя, мы обязаны все равно ее, ну, то есть, не то, что обязаны, но должны пройти. Мне кажется, это надо и неприемным в том числе ввести за основу. Да, вот когда мы на семинарах слушали про подростков, мы думали, как-то это далеко, да, мы слушали, но как-то это вроде бы далеко. И вот пришло время, и вот они, подростки. И нам действительно очень помогали те семинары работать с теми проблемами, которые был этот букет проблем у приемных детей. И нам очень помогали они действительно, то есть, ну, преодолевать эти трудности. Я вас попрошу коротко тем, кто сейчас задумывается, может быть, действительно взять малыша из дома ребенка, коротко, да, эти важные какие-то советы, вот на своем опыте вы хорошо прочувствовали, о чем говорите? Это должно быть обоюдное желание и супруга, и супруги. Семейный совет есть? Да, да, семейный совет есть. Мы даже, когда принимали последующих детей, да, это было мы на семейном совете, потому что, ну, ты забираешь определенное пространство у ребенка. Поэтому мы как раз не сторонники розовых вот таких вот историй, мы как раз сторонники того, что рассказывают, что действительно, это, сразу говорю, это очень тяжелый труд, это очень тяжелый труд, но он и... Ну, лучше быть к нему подготовленным. Да, но он и благодарен. Ты получаешь тоже тут большие, то есть, как бы, бонусы, когда ты видишь, что ты взял вот этого ребенка, вот, искалеченного, то есть, именно... Сделал из него человека. Да, и ты его вот поднял, это действительно было... Ну, это очень тяжелый, то есть, семь раз отмели, один раз отрез. Спасибо большое. Я думаю, советы, которые вы услышали, хороши и для настоящих родителей неприемных. Если вы что-то пропустили, заглядывайте на наш сайт город62.tv. Это была программа подробностей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова